Эту картину написала отнюдь не художница. Ее автор Акжана Абдикаримова, мастер спорта международного класса по лыжным гонкам биатлону. Серебряный призер Параолимпийских игр 2014 в Сочи. Акжана с детства прикована к инвалидному креслу, но, как говорит она сама, ограничена в движениях, но не в образе жизни. Акжана нашла себя еще и в творчестве, и теперь ее картины украшают выставку «Неограниченные». Но люди, ограниченные в чем-то, они не ограничены в другом, не ограничены в своем творчестве, не ограничены в своих стремлениях, иногда они гораздо сильнее и гораздо целенаправленнее добиваются своих результатов. Поэтому я вас всех приветствую, это имени депутата Рязанской городской души. Выставка картин людей с инвалидностью «Неограниченные» проходит в шести городах России. В Рязань организаторы приехали впервые по приглашению председателя партийного проекта «Единая страна. Доступная среда» Елены Чудаковой. Для выставки отобрали 20 картин художников из Москвы и Подмосковья. Куратор экспозиции Федор Смирнов говорит, что сделать это было невероятно сложно, но это хорошая возможность посмотреть и на работы рязанских мастеров. Работы все с изюминкой, они все очень сильно отличаются. Здесь невозможно выбрать какой-то однозначный паритет. Все интересны. Поэтому сегодня у нас будет шанс досконально посмотреть, познакомиться, может быть, вживую с авторами работы. И им непосредственно задать вопросы, как они пришли к творчеству и что для них самое главное в жизни, когда непорядок. Основная задача выставки – показать, что люди с ограниченными возможностями здоровья отнюдь не ограничены. Отсюда и название. Многие находят себя в творчестве. В этом направлении у Рязани уже есть опыт. Тогда в рамках побратимства в 2018-м реализовали проект «Рисуем вместе» при поддержке администрации города. В нем было задействовано три страны – Россия, Германия и Польша. Это был проект «Рисуем вместе» для молодых людей с другом дамы. И вот тогда мы убедились, что безо всякого перевода молодые люди, особенные, талантливые, в каждом из которых есть из юбинга, могут общаться при помощи языка творчества и творчества. В небольшом уголочке выставочного зала проходит мастер-класс художницы Ольги Мышевой. Она пишет небольшую картину «Весенний пейзаж». Свою руку к работе, кстати, может приложить любой желающий. История этой картины будет такова. Сегодня каждый у нас при желании захочет почувствовать, если захочет почувствовать себе художника, может приложить свою руку, написать эту картину. И у этой картины будет продолжение. Эта картина сегодня передастся официально в руки новому музейному пространству, который совсем скоро начнет сфинкционировать в нашем регионе. Желающие нашлись. Причем так много, что они буквально выстроились в очередь. И общими усилиями на ветках появились самые разные цветы. Рисунок выбран не случайно. Это голубое небо с белыми облаками и в преддверии весны цветущий яблоневый сад. А можно тоже как-то? Я думаю, вы тоже обязательно должны принять свое участие. Где можно? Давайте вот. Какой вам больше нравится цветочек? Вот так вот, небольшими, мазочками, немножечко намалюй. Как видите. Коллективную картину, которую написали посетители выставки, передали основателю музейного пространства Дмитрию Бачкову. Холст он взял осторожно, словно боясь повредить что-то важное. Работу, в которую все посетители выставки вложили частичку себя. Дмитрий Бачков рассказал, что теперь картина будет украшать музейное пространство и дарить ему свою энергетику.